Выспался я всю ночь на этом пледе, Мурка никого не родила. А сейчас я проснулась от того, что Проша пел песни. Я в шоке просто, я долго не могла понять, кто поет. Настя принесла вот такой вот красиво оформленный завтрак. Ну, прям очень красиво выглядит. Чем тут занимаются? Папа и дочка. Вау! Это что, собака твоей мечты? Нет, просто собака. Собака просто собака. Испугался? Собака лоба. Понятно. А это что, тут разложили наборчик? Будешь шлепу раскрашивать, Лисюшка? Да. Это антистресс раскраска у нее. Обожаю сову и хочу себе ее. Да, Лиса любит сов и кошек. Слышите, Прошу. Вообще-то я сейчас... С улицы слышно. Прошу явно сегодня пообщаться хочется. Да, он с утра песню пел. Я же говорю, я проснулась под пение. Кость, я долго не могла сообразить, кто поет. Думаю, Алиса спит. Думаю, телек наверху? Ну, как-то на телек не похоже. Ну, вот вроде, знаешь, человек сидит и поет. Причем ребенок. Ну, таким более детским голосом пел. Наверное, что-то у Алиски услышала какую-то песню. И красиво так пел, что я подумала телевизор, понимаешь? Потом думаю, Настя, да нет. Ну, я же говорю, голос детский какой-то. Я аж встала, Кость. Я сюда прошлась до окна, чтобы понять, на улице кто-то поет. На улице дождь с утра. Ну, кто там может петь? Девять утра идет дождь, понимаешь? И только потом до меня дошло, когда я услышала его, он что-то сказал. Он уже стал говорить. Проша хороший там что-то. Мируська. Вот только тогда до меня дошло. Это Проша пел. Мирусенька, все такое, минутка нежности. Мирочка. Мир эти дни что-то за Костью очень ходит. Непонятно почему. Только его услышит, а к нему бежит. Ну, сейчас как-то не пошло. Наверное, хочешь, чтобы папа забеременел. Сейчас посмотрим. Ага, побежала. Не отдам, скажи. Не отдам. Давай я вам Света сделаю, давай. Чтобы в темноте не привыкали. А то будет, как Тим привык, тогда что все время закрыто было. Еще тут малявочки ползают. Уже ползают. О, он же вставать на лапы пытается. Второй день жизни. Падает. Пытается стоять, падает. Рыженький первый и самый крупный, как мне кажется. И самый пушистый. А эти белые, наверное, как мира будут. Такие мордахи. Смотрите, какой котенок. Он быстрее других забегает. Беленький. Хвостик положил на носик другому. Какие они милашные. Они с такими когтями родились, что я не знаю, как они миру в животе не поцарапали. Может, потому что в животе в жидкости и когти как бы размягченные. Или брат наглый, или сестра голову положил на него и все. И убирать не хочет. Лисюш, хочешь, можно одним пальчиком слегка погладить. Да. Мира нам все равно разрешат. Вау, какие они большие. Вот этот пушистенький вообще. А пузики какие большие. Такие же они милашные. Такие же они милашные. Мишки. Хорошие. Хорошие. Хороших меня котяток родила. Да? Как она с ума. Смотри, белый котенок к самому пушистику лезет. Да, и главное, не пищат. Вот они же мамку явно ищут. И не пищит ни один. Вот он что-то себе ползает, там ползает. Хорошенький. Ага. Хороших меня родила котят. Не скандальные. Стоп, а где мух? Мама, это тебе. Ой, спасибо, котик. Какая милая совушка. Посмотрите на эту кисть. Милашество. Вот это так развалилось рядом со мной. Мурлыкает. Я легла на минутку. А теперь не встанешь. Мурлыкает. Все лежит без меня. Толстенькая такая. Так, я пошла поприбирала, вернулась. А она так и уснула в этой позе. Пузом кверху. Смотри, мама, я сделала шесть этажов. Ого. Этажей только. Этажей. Чего себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Круто. И все держатся. Вот это высотное здание. Это архитектор. Знаешь, кто такой архитектор? Кто? Человек, который придумывает, какими будут дома, которые потом построят. И он делает такие макеты маленькие домов. А потом их делают настоящими, строят большими домами. Понятно. Сейчас я буду делать седьмой этаж. Ну, только не расстраивайся, если рухнет, ладно? Ладно, ладно. Стоп, где последняя палка? А папа что тут строит? Такой симпатичный домик с балкончиком. Эй, где все большие палки? Наверное, уже закончится. Можем здесь. Свой домик поставить. Ого. Это у тебя дом на крыше? Да. Вот такой вот домик получился. Голубец. Для Карлсона или для голубей, да. Это восьмой этаж. Круто. Дом. Ну, супер. Дом с восьмым этажом. Еще и балкончик. Там какой-то человек живет, который любит очень вид с окна. С высоты, наверное, да? Он так вот влезает по всем этим этажам ради того, чтобы с окна было далеко все видно. Да? Алиска. Нет. Тут будут расти деревья. А может быть там часовой живет, который наблюдает. Если враги будут идти, он издалека увидит и всех предупредит. Да? Да. Может такое быть. Папа. К сожалению, может рухнуть. Но не рухнул пока. Там маленькая уже. Смотри, это что, Сережина мама? Не знаю. Ну, гуляет. Ты же хотела в лужу. Крышу. Кто-то на реки едет. Надо пропустить. Или Верик на меня наедет еще как. Не мокрые еще ноги? Ну, я чувствую, молюсь, только как. Там жаль, я огромная лужу, папа. Я имел. Я имел. Я имел. Я имел. Я имел. Это сверка. Субтитры подогнал «Симон» Что? Какая-то бяка лежит просто в воде Так, ну что, мы с Лисюшкой наконец-то померили это платье И это просто шедевр Да, Лисюш? Да И кто-то к нам там пришел, но попросили Алисе не говорить Это сюрприз Пойдем смотреть Аааа, кто же там? Кто там? Привет! Привет! Ого! Еще и с цветочками Закрывай, а то кошки сбегут Тихо, он видит Смотри, где, смотри Не видел, он туда вошел Открывай Цепьята! Цепьята! Сережа и Игорь Да, Сережа и Игорь А еще, Алиса, покажи Ярику Вот это все, сюрприз Смотри Меня видела котят Да, в ручки еще нельзя Смотри А мы еще поможем? Да, одним пальчиком Аккуратно Одним пальчиком Утюрных мальчик Не играешь? Не поймаешь, не поймаешь Не поймаешь, не поймаешь Можно пойду на диван? А я убегу с дивана Дай, дай, дай Ничего себе какой-то быстрый Реактивный Снежок Ого Так, Снежку понравился Мирин домик Алис, сделай гамбургер Найди там Гамбургер будет? Да, давайте еще Что? Салат Салат, хорошо Салат, скиньте там сует Подоверь Скиньте салатся стоит Салаты Тысячу долларов Сколько? Давайте салат 40 гривен Окей Салат 40 гривен Салат 40 гривен А гамбургер? Давайте я вам деньги напечатаю Хотите? Да Сейчас на принтере А то уж так не интересно Нет Ого, гамбургер сделала Сколько гамбургер? Мируся, может вас прикрыть? Мы тут вам не сильно шумим Сколько гамбургеров? Я, наверное, их прикрою немножко Пока дети играются Вот так Чтобы Мирусе спокойнее было Так, мы уже Снежка к нам пустили Мира нормально себя ведет Сережа у нас продает Ярик заказывает Алиса готовит Бери Мамбургер 411 Ой, сейчас Прерахую Вам Точнее Соль Вам Дык Пока дети играют Я делаю им деньги Сейчас я делаю Ярослава Богданом Хмельницким На 5 гривнах Вот И просто взяла его фотографию Сначала сделала черно-белый Потом добавила синего цвета А ты мне делаешь хорошие, но не кучки Ну, кучки Красивые Вау, красота Ты что? Угу Ничего Его можно стилить бы так Смешно это звучит Ну да Вот так вот хотя бы Так и красиво Я, кстати, взяла Ярика вот с такой фотки Где они втроем были Вот, смотри, Алиса Ага Красиво Так Так, все Вот так вышло Сохраняем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ярик тем временем ушел Потому что у него похожа температура Щеки красные Его позвали домой Мерить Говорит, ушел со школы Потому что голова болела Хе-хе-хе Это кто такой? Маска О, Лисюша, у тебя вообще Они в монстрах прятались Прикольно Прикольно, да Как зомби Лисюша, можно рисовать один час времени? Причем, я быстро Рисую Хорошо Угу Так, а большая стрелочка? Это маленькая, большая Это сколько времени у тебя получилось? Восемь, один Это получилось Смотри Чтобы был ровно один час Большая стрелочка должна смотреть на двенадцать Вверх Тогда ровно А это у тебя еще неровно Час вышло Без двадцати минут Да, вот так А та, которая на единичку смотрит Она должна быть маленькой стрелочкой Вот, супер Получился час Вот теперь не час Смотри Больше Нету часа Божья коровка часа Не было часа Прикольно Не было вообще Ну, что получилось Ой, аж такие маленькие Это я съезжу Куда? Вау Слушай, Кость Нам побольше деньги нужно Чтобы как настоящие были Ну, какие-то с вами Мы сейчас с Лисюшкой вырезаем деньги Я уже повырезала Мне результат очень нравится Смотрите А смотрите, что я вырезала Вот пятьсот я вырезала Пятьдесят То есть пятьдесят Вот пять я вырезала Угу И вот Не помню какая Двести Двести Деньги получились Немножко меньше, чем обычные Но не суть Главное, что Можно поиграть в магазин Можно повышать навыки в счете Математики, да? Вот И главное, что на деньгах Сами дети И это получилось очень круто Пока что мы напечатали Не на фотобумаге На обычной Я хочу, когда Катя приедет Мы купим фотобумагу Ну, уже с зарплатой И я хочу попробовать С двух сторон сделать Потому что у нас сейчас Со второй стороны Это просто бумажка А я хочу еще Со второй стороны сделать Чтобы это прям были Вот, ну, деньги Такие игрушечные Классные Ну, вообще получилось здоровски Мне очень нравится Думаю, дети с удовольствием В это поиграют Конечно Леолису еще сложный Счет будет Тот, который больше десяти Но я думаю Она быстро схватит Потому что она У нас Девчонка сообразительная Ух ты, конечно Их подрезала Аж прям очень сильно Ну, у меня так получается Эй, не раскидывай их Я не раскидываю Рассматриваю Мне особенно нравится Как пять гривен вышли Ну, в смысле Как Ярик вышел Я еще сделала Вот такие По двадцать гривен Денюшки Сейчас вырезаю Где дети втроем И сейчас их буду вырезать А гадайте, кто снимает? Снимает Алисочка На тяжелый Огромный фотоаппарат Как я вырезаю денюшки Потому что у мамы Не осталось ручек Чтобы Езжать хочет Да Чтобы вы могли увидеть Как я вырезаю Нужно, чтобы кто-то Заснял А мы с Алисочкой В комнате вдвоем А папа спать уже Поэтому Уж очень не хочется Его будить Да, ради такого Будить Зачем? Алисочка Ты должна смотреть Что снимаешь Что-то не смотришь Хорошо, я шутлю Сейчас подровняю В общем Мы денюшки В кассовый аппарат Складываем Но Они в кассовый аппарат Немножечко Не помещаются И это обидно Потому что Ну Вроде бы И размер меньше сделали Чем у обычных денег И очень хотели Чтобы они поместились И это надо Либо их смять Вот так Смять не хочется Либо просто Не закрывать до конца Что мы Скорее всего И сделаем А еще удобно Что тут есть калькулятор То есть Например Тебе дали 50 гривен А заплатить Должны были 20 Да, ты считаешь 50 минус 20 Равно И видишь Сколько надо дать сдачи 30 сдач Да 30 гривен Субтитры сделал DimaTorzok